здравствуйте с голубого ручейка начинается река поется в детской песенке а с чего начинается ручеек чаще всего он начинается с родника от воды которая бьет из-под земли вот интересно сколько в алтайском крае этих самых родников и из каждого ли из них вообще можно пить об этом и не только мы побеседуем сегодня с нашими гостями это председатель краевого отделения русского географического общества ирина архипова и руководитель экспедиционного центра отделения валентин смирнов здравствуйте в начале объясню вам дорогие зрители в конце прошлого года стартовал масштабный проект как раз организованный русским географическим обществом это каталогизация ревизия скажем так максимального количества родников нашего края где они находятся что люди о них знают можно ли из них собственно говоря пить знаете я поспрашивал вот людей и многие из них в основном это городские жители честно говоря удивились говорят ну ладно океаны следуют ученые важное дело там эти киты плавают там все такое планктон река ладно там вот рыба и вообще туда же воду берут чтобы пить целые города родники какая-то вот мелочь я удивился даже такой реакции честно говоря но один второй третий человек вот так говорил не мелковата ли тема для настоящих ученых то родники какие-то идешь там по лесу они на каждом шагу ну и что удивлены я объясню почему потому что у нас сейчас как раз начался экспедиционный период и мы ездим по населенным пунктам алтайского края и тем объектам о которых нам рассказали жители алтайского края знакомимся с родниками и мы видим настолько живую реакцию настолько заинтересованность местных жителей проезжих туристов что подходят спрашивают и все хотят знать насколько целебно полезна эта вода в роднике можно ли ее пить то есть вот настолько все что касается нас самих нашего здоровья но всегда очень важно для человека и родники вот всегда считались объектами что там вода чистая полезная целебная и поэтому они конечно интересуют людей они важны не говоря о том что с ними связаны многочисленные истории связаны с детством воспоминания и поэтому они важны еще и как такие объекты ну культурные я бы сказал наверное культурно-исторические не знаю как западной культуре в русской культуре родник это одно из просто ключевых таких понятий сколько песен народных да вот и да однокоренной вот это родина действительно так если кратко а вот вы вот вы поехали куда глаза глядят искать где там что-нибудь бьет из-под земли или у вас есть карта да вот приезжаете что вы там оцениваете что вы там делаете то есть как вот эта работа происходит ну у нас на самом деле проект проект начался с первый первый его этап это был собственно такой сбор информации то есть было запущено опять же благодаря вот сми запущен процесс вот такой опроса населения опроса всех вот районов администрации то есть рассылались письма по которым люди собственно сами привозили приносили нам эти точки то есть показывали их на показывали где они расположены и вот в рамках вот это вот как бы первого этапа этих работ собственно была создана первая прототипная карта то есть она сейчас уже работает на нее нанесено порядка 180 точек вот собственно по которым мы сейчас работаем здесь надо сразу дополнить что вот эта карта на не финальная не окончательно потому что вот выезжая уже в районы мы собственно постоянно дополняем потому что приезжая на один родник оказывается что рядом есть еще один кто-то подходит начинает рассказывать ой давайте вы наш родник посмотрите потому что ну соседнее село едем если такой постоянный процесс и эта карта она и вот этот реестр который собственно будет результатом основным результатом этой работы он пополняется постоянно динамически дальше вот нашли родник вам указали или идешь-идешь-идешь кучу один да что как вы их описываете вот дырка из нее вода льется либо что дальше что происходит конечно нет то есть есть прям есть принципе методики да по которым мы следуем есть методики анализа перевод есть методики описания подобных объектов например просто чтобы было понятно вот простому что вы оцениваете на каждый на каждый родник заполняется специальная карточка в которой включает себя очень много параметров это от географического положения описание какой рельеф например ландшафт какая растительность что окружает как как скажем расположен родник относительно рельефа да почему это важно ну во первых это важно для последующего анализа потому что мы вот эти данные не только будем использовать для того чтобы просто этот родник показать на карте то что это большая работа на самом деле и эти материалы будут использованы для последующего анализа уже из соотношений с проверки как бы скажем как это как это все соотносится гидрогеологическими картами те которые сейчас есть существует и это будет такая большая работа то есть это очень важно поэтому чем больше будет собранной информации на точке описания тем легче потом будет работать вот сейчас вот вот у нас на экране такие ребята прикольные напоминающие креветок это вот там водится в роднике как-то воду пить-то с ними можно ну это да и такая интересная тема на самом деле сразу скажу что она возникла у нас не сразу потому что на первом этапе мы как бы не предполагали что мы вот этой темы и затронем но у нас появился сейчас такой интересный подпроект это вот гидробиологический такой блок мы его называем мы выполняем вместе с сотрудниками института водно-экологических проблем академии наук сибирского отделения в чем здесь интересно дело в том что вот многие из жителей скажем от родников да они являются такими индикаторами в принципе их состояние и участвуйте эти вот товарищи они чем говорятся то что достаточно благополучно нет нет понятия хорошо или плохо есть понятие там скажем благополучно то есть вот скажем наличие гомаруса losいて которые вот и ручейника который был то есть они в принципе показывает что статус вот этого водоема то есть он достаточно болгополучный то есть эта проточная вся которая ари рована там достаточно питание для того, чтобы они жили, и они себя чувствуют там комфортно. Соответственно, в водоемах, которые, в родниках и связанных с ними водоемах, которые они питают, ручьи или какие-то озерка, то есть если в них, например, вода застаивается, если в ней какие-то процессы начинаются, то там совершенно другой состав. Да, мы даже сталкиваемся с тем, что люди обижаются, когда пытаешься сказать, что что-то не так. Или, например, вы посмотрите, что рядом с родником скот, или там родник расположен вблизи дороги, что нежелательно из него пить постоянную воду. Люди расстраиваются, очень огорчаются, и вот видно, что им не нравятся такие результаты, то есть мы с такими сталкивались с вещами. Ну, в общем-то, такая ситуация тоже есть. Действительно, не вся родниковая вода и небезопасна, и не всегда она полезна. Но вот, конечно, мы столкнулись с таким вопросом, что некоторые источники считаются святыми и целебными. Ну, вот по поводу целебности, это должны быть глубокие исследования. Мы вот в рамках нашей работы такую цель не ставим себе оценить, целебность. А вот по поводу святости воды, я думаю, что тут вопрос, конечно, это не наш, не в нашей компетенции, но тем не менее, я думаю, что тут и Церковь с нами согласится, что для того, чтобы прикоснуться к святости воды, не надо пить ее регулярно и в больших количествах заменяя вот обычное питьевое водоснабжение. Достаточно ложки, достаточно небольшой емкости, с утра натощак, что-то такое. Вот я думаю, что это будет достаточно, и не надо набирать ее флягами и готовить на ней пить регулярно. Потому что действительно, вода, которая содержит избыточное количество каких-то веществ, она может быть опасна. Честно скажу, мы строителей не так уж и много. То есть пока у нас в нашем списке откровенно плохих, наверное, 2-3. А такие есть, прям родники? Да, у нас есть такие родники, на них надо ставить табличку опасно. А что у них такого там? Ну, в основном, это, конечно, даже не химические загрязнения, это в основном биологические загрязнения. То есть это, как правило, очень часто ситуация такая. То есть родники, это, в общем, может быть даже и нормально, то есть они используются не только для человека, как источники водоснабжения, но и для скота в том числе. И вот эта проблема, потому что как только источник становится доступен для подходящему к нему скоту или к другим животным, он начинает загрязняться биологически, потому что это неконтролируемые процессы. Вот есть просто такие факты у нас по некоторым родникам, когда обустроенный родник, за которым много лет следили, и вот в какой-то момент, видно, был потерян просто контроль. Может быть, люди, которые там уехали или прекратили за ним следить, просто появился доступ к нему, и он фактически, ну, скажем так, как источник питьевой воды, он прекратил свое существование. А в целом, как бы, вот то, что вот сейчас мы проехали около 70 родников, вот сейчас у нас в базе, которые вот уже были исследованы, на которые заполнено полное описание, в принципе, достаточно благополучное, в общем, впечатление. Причем по ряду районов мы вот делаем даже открытия такие, находим такие очень удивительные источники, в которых вот, прямо, знаете, ну, вот, как скажем, живая вода, условно говоря, в некотором смысле. И что такое живая вода? Что там в ней? Серебро, золото? Это косвенное, знаете, такое, это субъективное, конечно, понимание. Но просто, понимаете, есть такое ощущение, когда ты приезжаешь на источник, вот ты видишь, как вот он расположен, вот, и вот к нему сразу образуется такое ощущение, вот, как тяги, да, то есть вот это, что вот это так вот родничок вот такой вот. Есть источники, которые, как бы, скажем, не вызывают каких-то эмоций, да, то есть это вот, хотя они вроде бы и даже благоустроенные, вроде бы. А вот есть такие неблагоустроенные, приезжаешь, пьешь и понимаешь, что вот оно. Тут помимо эмоций, конечно, тут никуда не сденешься. Допустим, есть неплохие источники, но если ты понимаешь, то у него регулярно происходит смыв с полей. Вот, кстати, перестану делать вид, что я совсем не в теме. Одно из первых исследований мы проводили вместе, мы брали анализы в Никольском роднике, это практически, ну, в черте города Барнаула. Почему он стал одним из первых? Потому что с ним же связана была несколько лет назад скандальная история. Там вроде бы это святой источник, а там обнаружили, а люди, которые из него пили, начали немножко страдать. Вот, выяснилось, что там есть определенные именно биологические, насколько я помню, загрязнения, его закрывали на какое-то время. Вот мы сделали его анализы, и что нам они показали? Ну, на самом деле, это источник, он самый близкий для нас, потому что рядом в городе фактически находится. По нему, конечно, надо продолжать работу, вот именно по мониторингу и более глубокому изучению, но вот на тот анализ, который, собственно, мы делали, при начале проекта, да, он показал, что, в общем, по одному из параметров, как минимум по одному из параметров, там есть превышение ПДК. То есть, как бы, и это, ну, такой косвенный указатель неблагополучия. А что за параметры? Там нитраты, то есть, превышение. Ну, видите, тут нужно понимать, что это было разовое исследование, оно было сделано там не самый благоприятный период, на самом деле. Вот, возможно, то есть нужно повторять и вот проверять. Потому что, дело в том, что вот такие родники, которые часто посещаются, с которых берется вода регулярно, неважно в какой там, в каких целях, за ними нужно, конечно, следить, потому что даже вот то, что мы берем сейчас анализы, вот делаем, мы приезжаем, у нас экспресс-лаборатория анализа качества воды, плюс мы для более углубленного мы пробы отбираем, передаем в лабораторию. Нужно понимать, что эта ситуация, например, прошел дождь или там какая-то ситуация там паводковая, например, то есть многие родники затапливаются, на самом деле очень часто с таким мы встречаемся, и ситуация корнем меняется. И родник, который был вчера чистый, становится, в общем, не питьевым. И вопрос его очистки здесь очень аккуратно. Вот, в принципе, как говорят специалисты, любую воду нужно кипятить, на самом деле, даже родниковую. То есть и очень аккуратно к этому подходить. То есть прежде всего посмотреть, нет ли там, как говорится, лягушек каких-то, каких-то еще. Потому что вот те жители, о которых мы говорили, это, конечно, положительно, но они все равно нужно понимать, что эта вода, она не бывает чистая, это не устройство дистиллирования воды лабораторное. И эта вода все равно требует определенной очистки. Даже если она течет из скалы родниковой, мне все равно присутствуют и животные элементы, и растительные какие-то, и микробиологические компоненты. И это нужно понимать. Одним из итогов проекта, даже не станет, а вот она в данный момент становится, формируется, интерактивная карта. И ее особенность в том, что любой человек может поставить свою точку на этой карте и сказать, здесь есть родник. Таким образом, поучаствовав в этом исследовании, вот насколько активно люди в этом участвуют, и насколько вы потом по итогам видите действительно родников, которым оказывают внимание, которые благоустраивают? Ну вот да, большинство родников, о которых люди рассказывают, это все-таки обустроенные родники, и, как мы говорим, те родники, которые имеют хозяев. Потому что их родник, который есть хозяин, который регулярно расчищает русло, потому что мы понимаем, что помимо питьевого значения, родники, они действительно питают ручьи, питают реки, и сохраняют наше водное богатство края. И когда-то это может стать очень важным и решающим им, для того, чтобы река продолжала свое функционирование. Ну вот, людей таких на самом деле в крае оказалось немало. И мы в каждой поездке с ними знакомимся, очень радуемся, и нам очень приятно, что это радостно и для них рассказать о своих родниках, послушать наши советы, они с удовольствием воспринимают рекомендации, и всегда подтверждают, что все эти рекомендации будут исполнены. Я думаю, что мы осенью планируем, если ничего не помешает провести итоговое мероприятие, они тоже выражают готовность на него приехать. И там мы сможем как раз увидеть уже результаты. То есть как люди использовали эти рекомендации, и родники стали лучше. Главным результатом нашего проекта будет не как-то как таковая, а вот как раз колго-просветительская часть. Это люди, и люди, которые эту воду с одной стороны пьют, а с другой стороны заботятся о родниках, и не только ради себя, а ради односельчан, ради будущих поколений, возможно, даже так. И особенно радует, когда люди, например, знали о родниках, но руки не доходили и заботятся о них. А мы приезжаем, мы вместе с ними смотрим на эти родники, и они уже по-другому к ним начинают смотреть и готовы уже включиться в эту работу. Вот, например, в Целинном районе мы познакомились с замечательным педагогомом Забродиной Валентиной Алексеевной, учитель географии, краевед. Она, конечно, очень инициативный человек, у нее куча энергии, она занимается детьми. И когда-то она занималась родниками в том числе, но вот какие-то бытовые вопросы, другие вещи, она от них вот как бы отошла. И сейчас она активно включилась, мы очень с ней активно сотрудничаем. И я думаю, что эта работа будет действительно выведена на такой достаточно серьезный уровень, потому что и администрация ее поддерживает, и бывшие ученики, и те ученики, которых она учит сейчас. То есть вот она всех завела на эту тему, не только мы уже, а уже у нас там такая серьезная поддержка. И я думаю, что родники Целинного района будут продолжать жить. Вот так приехали и вдохновили, да? И, видимо, не только в этом районе. Вдохновлять таких людей, которых есть огонек в душе. Ну, на самом деле, конечно, хотелось бы думать, дело в том, что было движение же когда-то, да, которое занималось родниками. Было в советское время. Да, в советское время, да. Ну, как много движений было различных, в том числе было и такое. Конечно, хотелось бы где-то мечтать и думать о возрождении подобного движения, но это, скорее, вопрос будущего, будущих проектов. А сейчас можно сказать, что, например, как Ирина сказала, мы приезжаем, мы были, например, на одном из объектов, там, например, туристической индустрии, приезжаем, там сейчас не работает, вроде как ведутся работы там покрасочные, реставрационные. Нас показали этот родник, который на территории. Он, в принципе, достаточно благополучный, благоустроенный, но там есть проблемы. Проблемы, там, некоторые вот с дебетом. Мы дали там рекомендации, там выяснилось, что там, например, попало что-то в родник, там мусор какой-то. Хозяин так расстроился, честно говоря, и сказал, что все, я вот взял сына, пошел, сказал, все, я сейчас буду копать его, приводить в порядок, сам взял лопату и пошел, в общем, его богоустраивать. То есть, на самом деле, люди очень положительно относятся вообще, в принципе, к идее. И вот такая тема, потому что она, наверное, действительно очень острая, интересная, то есть для многих. Важная, важная. Понятно, что это долгоиграющая тема, тем не менее, какие-то первые итоги вы будете подводить когда? И сколько по плану, может быть, если у вас есть план, родников надо найти? Ну, по плану у нас 200 родников, мы не ставим себе глобальных целей, потому что важно нам эти родники все посмотреть, не просто нанести на карте, а уточнить о них сведения, вот заполнить, внести в реестр, в базу и провести экспресс-анализ, то есть эту цель мы ставим для всех родников, которые будут у нас в базе. Но я думаю, что, конечно, их гораздо больше в крае, и эта работа будет продолжаться, и не только в этом году, но и в последующих. А первые итоги мы планируем подвести этой осенью, мы планируем провести выставку, фото-выставку родников, пригласить участников, которых принимали и в экспедиционных выездах. У нас же все весной еще проходили лекции, и после того, как ситуация изменилась, мы проведили их в дистанции, общались, и у нас даже специалисты принимали участие, не только наши алтайские, но и с ТУВИУ мы приглашали специалиста. То есть, в принципе, получился такой интересный проект, и не только природоохранный, но и образовательная компонента тоже у нас присутствует. Поэтому я думаю, что есть перспективы дальнейшего развития. Спасибо вам большое. Ждем с нетерпением и итогов, и в дальнейшем продолжения этой истории. Очень радостно, что когда в нашей жизни так много, честно говоря, плохих новостей, связанных со всеми известными событиями, и не только, есть вот такие положительные новости, которые вдохновляют, которые дают такую очень важную нам надежду. Спасибо, Ирина, спасибо, Валентин. Мы беседовали с Ириной Архиповой, председателем Краевого отделения Русского географического общества, и Валентином Смирновым, руководителем экспедиционного центра Алтайского отделения РГО. Счастливо!